Добрый день. В эфире Вести интервью о наиболее значимых событиях, произошедших за это полугодие в жизни столицы Республики. Сегодня мы побеседуем с главой города Евгением Николаевичем Кадышевым. Здравствуйте. Добрый день. Совсем недавно на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов были подведены итоги социально-экономического развития столицы. Что бы вы отметили? Ну, во-первых, последние полгода это трудный период для города, а много, может быть, я сейчас и не скажу, но в целом по всем предприятиям и организациям, по всем отраслям экономики, которые находятся в городе Чебоксары, объем производства увеличился до 108 миллиардов рублей. Это практически на 6% выше аналогичного периода прошлого года. Исходя из этого, как следствие, за это потянулась и средняя заработная плата по городу. Сейчас она составляет 31 тысячу рублей, что тоже выше аналогичного периода прошлого года, где-то около 10%. Это отрадный показатель. В основном это предприятия электротехнического кластера, это предприятия резинотехнические изделия, производящие резинотехнические изделия. Это предприятия, производящие оптическую технику и устройство, приборы устройства. И все остальные обрабатывающие производства тоже подтягиваются к этому показателю. Здесь же в этой когорте предприятий находится и финансовая сфера. Все предприятия финансовой сферы также поддерживают этот показатель. Хочу сказать, что на некоторых предприятиях средняя зарплата намного выше, но в целом по городу она составила такую цифру, что в принципе отрадно и это для наших горожан очень приятно. Исходя из этого, теперь у нас выполнение майских указов, тоже было определено высокая планка майских указов президента по увеличению жилищного строительства в городе. На сегодняшний день в городе на 2018 год надо построить 325 тысяч квадратных метров жилья. За первые полугодия построено 152 тысячи квадратных метров. Это не предел, так что у нас есть большой потенциал для того, чтобы выполнить эти майские указы президента России Владимира Владимировича Путина. На сегодняшний день подписано решение о строительстве где-то 156-158 домов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Это город. Город должен жить, город должен строиться. Если есть новостройки в городе, работают вот эти строительные башенные краны, значит город живет, город развивается. Город попал в федеральную целевую программу развития туризма, въездного и выездного туризма. Город теперь за эти полгода приобрел новое название. Теперь это центр речного туризма города Чебоксары. И на эти цели по линии Ростуризма выделено около полумиллиарда рублей для реконструкции Московской набережной. Уже второй этап прошел и к 2020 году эта реконструкция, эта большая огромная работа будет закончена. Горожане уже почувствовали, насколько стало удобно находиться на этой новой Московской набережной. Какая была раньше набережная и какая сейчас. Многополосная дорога, место есть и для велосипедных прогулок, и для пеших прогулок. Есть где присесть, где отдохнуть. Хочется здесь же отметить и то, что сейчас идет очень большая реконструкция дорожного покрытия. Ну вот в пределах 830-827 миллиардов рублей городу выделено. Еще раз говорю о том, что эта сумма выделена городу, тоже целевая, федеральная, выделена на 100 миллионов больше, чем в 2017 году. Если бы мы плохо освоили прошлогоднюю сумму, то, наверное, Москва нам бы на 100 миллионов рублей эту сумму бы не подняла и не предложила бы еще столько работ. Вот мы сейчас хотим где-то 35 километров улиц покрыть новым асфальтом. Это 37 километров улиц и 35 объектов, из которых уже 20 выполнено. Ну сейчас на 1 августа 20 объектов уже готово. Идет разговор о ремонте дворов. Была большая работа проведена по инвентаризации состояния дворов. Признана подлежащим ремонту 241 двор в городе. На эти цели выделено где-то около 200 миллионов рублей, которые нужно выделить. Средства, это еще часть из них выделено, часть из них нужно найти. Пока что средств хватает на то, чтобы в течение 5 лет эти дворы отремонтировать. Средств столько нет, конечно, сразу на все дворы. Но при помощи республики надеюсь, что эти дворы будут отремонтированы. Очень много разговоров было вокруг пешеходных тротуарных дорожек и тротуаров. На сегодняшний день нужно отремонтировать 198 участков. Это практически те же дороги, только несколько поскромнее они выглядят. А работы, геодезии, предварительных работ, испытаний, почвы и всего остального там столько же, сколько на основной дороге. Средств таких вот федеральных на это выделено не было. Но, тем не менее, город сейчас изыскивает необходимые суммы. А сумма не такая уж и маленькая. Это где-то 620 миллионов, которые нужно потратить только на ремонт или возобновление тротуаров. У нас сейчас очень большое достижение в городе в том, что газификация Заволжья сдвинулась с мертвой точки. Очень много говорили об этом. Благодаря личному участию Михаила Васильевича Игнатьева, главы Чувашии, Заволжья попала в федеральную программу газификации регионов России. Сейчас работы начаты. Проект есть. Но нам со стороны дата 2020 год должна быть проведена магистральная линия в Заволжье по газу. Но нам со стороны города необходимо сейчас построить поселковые, внутрипоселковые газовые сети. Они самые разветвленные. То есть где-то 26 километров газовых сетей внутрипоселковых. Что тоже очень дорого. Это 260 миллионов рублей. Естественно, деньги тоже из бюджета города. И тоже надеемся на софинансирование республики. И то, что вот этот проект, который ждали все горожане, сдвинется с места. И считаем, что где-то к 2021 году газификация будет завершена. Окончательно. Это все поселки, которые находятся в Заволжье. Не только Сосновка. Хочется выразить благодарность и главе республики, и нашему правительству Чувашскому, что они поддержали проект по третий, практически, я считаю, кольцевой. Сейчас уже готовится проект. Выделено 140 миллионов на проект. Это очень сложная инженерная конструкция. Это наземные и подземные участки дорог. Подземный участок дорог пройдет в районе улицы Престанционная под железнодорожным полотном. Это не совсем просто на наших грунтах. Но, тем не менее, изыскания и проектирования уже идут. И поддержаны со стороны республики. 7 километров вот этого полукольца будет сделано и свяжет северо-западный и новоюжный район, о чем давно уже говорим. Разгрузится центр города. Город превратится вообще в такой комфортный для проживания. Очень удобный город, куда можно легко будет доехать, где не будет пробок, где будет просто хорошо жить. И все это делается для наших горожан совместно с ними, совместно с их предложениями. То есть горожане стали активнее, как вы отмечаете, вот последний год-два. Насколько изменились горожане вообще? Насколько им интересно участвовать в жизни города? Я считаю, что горожане сейчас совсем другие, которые они были лет 10-15 назад. Те вопросы, которые интересуют их сегодня, совсем намного отличаются от тех вопросов, которые интересовали их раньше. Сейчас в основном горожане интересуют не только свой двор, свой подъезд, а еще интересуют в целом город. Я хочу еще сказать, что до 2020 года у нас будут построены 10 садиков. Хочу отметить, что даже садик будет построен в Заволжье. Это тоже федеральная целевая программа, куда город сумел попасть. И эти 10 детских садов будут построены в 2020 году. Практически на тот момент будет удовлетворена потребность в детских местах для детей до 3 лет, что вообще никогда не было в городе. Ну и параллельно к этому, к дню города, к 550-летию, к юбилею города, будет построена и сдана в эксплуатацию школа на Волжские 3. Это огромное красивое новое здание. Окна будут выходить на матушку Волгу. Это будет, как бы сказать, новое место, где получат новое образование наши дети. Я считаю, что ее, в принципе, культурным центром на таком хорошем месте. И сейчас вот провели аукцион, и будет начаться строительство школы в новом городе. Город стремительно меняется, и уже даже этой осенью руководителям других городов Евразии можно будет что-то уже показать. Определена ли дата этого конгресса или ассамблеи? И что уже, кто подтвердил участие? Ну вот с 4 по 7 октября по договоренности, еще которая была достигнута в Шанхае, комитет по культуре ОГМВ, объединенные города и местные власти, решил выбрать город Чебоксары для проведения здесь своей сессии, ассамблеи, или, как можно сказать, конгресса на тему о найти пути по устойчивому развитию города. И главная идея, красной нитью в этой цели, в этом заседании, в обсуждении этого конгресса, будет как найти пути к устойчивому развитию города через культуру. Прибудут очень серьезные люди, как вы уже сказали, будут мэры городов, руководители муниципальных образований Евразии, руководители муниципальных образований Российской Федерации, всем отправлены приглашения, и они их уже подтвердили. Прибудет заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Шариф, которая занимается именно поселениями, местными поселениями, городами в ООН. И, естественно, будет сама генеральный секретарь Эмилия Сайс, это генеральный секретарь ОГМВ, который тоже участвует в подготовке вот этого форума. Я считаю, что вот этот конгресс, который будет проведен здесь 4-7 октября, будет значимым событием для города, и именно с этого конгресса мы открываем празднование 550-летия города Чебоксара, столицы Чебоксарской республики. Большая, конечно, программа подготовлена на следующий год, но и в этом году будет много интересного. Куда бы вы сами с удовольствием сходили, и что бы посоветовали горожанам? Конечно, очень дорог мой город, я здесь родился и вырос, получил образование. Работаю, никуда не собираясь уезжать. Я считаю, что все мероприятия, которые будут проведены здесь, на самом высоком уровне. Все два дня, уже с пятницы начинаются все праздники. Ну, естественно, вот очень большая и обширная программа подготовлена, я уже сказал, на два с половиной дня, закончится праздничным фейерверком, будет творческий бульвар, где будут все наши коллективы, маленькие, большие, академические, просто народные, выступать от всей души. Вы же видели, как в прошлом году они танцевали, как они пели свои песни, в каких нарядах они пришли, они радовались Дню города. Это ничем не заменишь, людей не заставишь просто так выйти и радоваться, исполнять стихи, танцевать, и просто поздравлять друг друга с Днем города. Дорогие наши горожане, уважаемые жители и гости столицы, от всей души поздравляю вас с таким праздником, Днем рождения нашего города Чебоксара, столицы Чувашской Республики. Надеюсь, что в нашем городе вам очень удобно жить, очень хочется растить своих детей, очень хочется здесь трудиться и работать на благо всей нашей Чувашии и России. Спасибо вам за то, что вы являетесь нашими соседями, друзьями, что все мы вместе в следующем году отметим 550-летие нашего города, нас уже 500 тысяч, и эта цифра будет неуклонно расти. Поздравляю вас с праздником и приглашаю на все праздничные мероприятия. Спасибо большое, что нашли время для интервью и ответили на наши вопросы. Спасибо.